Всем доброго времени суток, друзья, с вами Макснаб, и это 17-я часть нашего с вами прохождения сталкер-мода объединенного пака 2-1 финал. Мы с вами играем на хардкорной сложности, на сложности реализма. Так, и здесь у нас бандиты, что они здесь сделали, непонятно, но я предлагаю такой вариант, что нам нужно вернуться, просто запрыгнуть на лестницу и подождать, пока либо бандиты передохнут, либо передохнет куча изломов, что навряд ли. В принципе, сидя здесь мы сэкономим с вами патроны, и мы сэкономим с вами и патроны, и здоровье, и все, что можно. И у нас будет меньше противника, чтобы их разнести. Бармен попросил принести несящий по порту, и везде купил 22 на силу. Это очень понятно. Я думаю, пока они там стреляют, куда можно почитать наш КДА, что это все было информация о мусультике, кещерина, агропром, переход, аминь, да, километровый диалог, и карта. Кстати, эта карта, она вообще ни о чем была. Вы помните из прошлого части, сколько там было военность. Так, еще один бандитр стал, с кем догонять. Ну, подождать, с кем догонять, как-то скучно. Может, еще кто-то господи, давайте посмотрим, что там нахуй здесь. Здесь незаметно, кто я, там не стилка, подгородного понедельника. Так, данный ранг, новичок, группа одиночка, репутация очень хорошая, убийство сталкеров 38, мутантов 140, списки в задании 3, всего 181. Количество смертей ГГ 222. Затрачено на прохождение 13 часов 10 минут. Офигеть, друзья. 13 часов 10 минут на прохождение. Это вообще. Ну, в принципе, это 17-ая часть, но мне кажется, это криво увеличено. 17-ая часть, каждая часть у меня идет от 15 до 20 минут. Вы посчитаете 4 части, это час. 4 части, час. 5, 8 частей, это 2, 12 частей, это 3 часа. И 16 частей, это 4 часа всего, а там написано целых 13. То есть, где-то я еще остальные, походу, 8. Нет, не 8. Ну, короче, 4 часа всего я выкидываю в YouTube. Выкинул 4 часа прохождения. Это 17-ая часть, это примерно час 15. Это 4 часа 15 минут. Ну, там еще по минутам, ладно, если скопится, то, ну, 4, 34, там, 4, 40, в общем. То есть, я в YouTube закинул 4 часа 40 минут прохождения игры. Откуда там 13 часов, непонятно. Может быть, это те попытки, те попытки, 222 раза, которые я раздох в игре. И они накапали примерно целых 13 часов. Не, ну, в принципе, знаете, здесь в подземелье можно на любой сложности скопытиться, тем более то, что гюлеры здесь творят, а здесь их немало. Тем более, они здесь ходят просто сквозь двери. То есть, для них кодовый замок вот этот, который нам нужно открыть с помощью кода ученого, который валяется по кодовый. Это как бы, ну, вообще это ни о чем. Они просто сквозь дверь и выходят, и заходят как им надо. Но нам же с вами нужно обязательно открыть ее с помощью кода. Ладно, не будем за это запариваться, будем просто проходить дальше, вернее, стараться выжить. Но 222 раза сдохнуть, дойдя к темной долине, это, это, конечно, ну, сертифик. Ни более на такой сложности, я бы сказал, что это просто ужасно. Это даже как-то по-русски. Ну, что ж, друзья, мы так и продолжаем бегать из угла в угол от толпы бюлеров, и нас, мы зацепили радиацию. И здесь где-то еще лазит контроллер, по-моему. Вот мне вот эти подземелья, я не знаю почему, но вот эти пульсные коридоры, они самые такие опасные. А, не знаю почему, потому что из них может всякая хрень вылезти, вообще просто неожиданно это сделать. И нас просто уничтожить. Что, в принципе, у этих бюлеров всегда получается. У них вообще получается стоять где-то в стороне, где-то, я не знаю, в текстурах, сквозь текстуры, и просто кидать у нас в коробки до тех пор, пока мы просто не скатутимся. А для них это кинуть один раз в коробку и все. Ай, блин, тут библиотеки. Да ладно. Эта игра здесь немного подключивает, потому что вот эта аномалия, она здесь просто тупо нестемная. И она несет такую нагрузку на текстуру. Что вообще? Ну-то, давайте их сожрём радио пыльный хлеб, чисто для пыльского. Нет, получается у нас осталось в хлеб. Может быть, с ним что-то сделать удастся? А может и не удастся. Ну ладно, будем его таскать до тех пор, пока, наверное, я в конце его игры просто не выкину. Или, может быть, его в какой-нибудь тайник закинуть? Ну иди сюда. Ну где ты там бегаешь? Давай прямо. И еще разок. Ай, не хватает. Все. Добегался, урод. Вырубили мы это существо. И теперь мы можем, я думаю, спокойно продвигаться дальше, потому что больше не осталось. Здесь, кстати, есть автомат Калашникова. Хорошенький. И который лежит под сводным прям интернетом, кстати, там еще что-то есть. Много-то куда-то появился. Так. Наверное, возьмем все. Плащ тоже возьмем, продадим на всякий случай. Коробок не было, откуда у меня здесь появились. Нет, они это здесь всегда были, только зачем их здесь столько, если у них, походу, ничего нету. Давайте посмотрим, может, найдется что-нибудь интересное для нас. Это в 2 сразу разбит не получилось. Кстати, это Квалда из игры с серьезным санитари, что ли? Что-то напоминает хуже самое. Там у персонажа тоже Квалда есть. Он ей мочит мозг. Они с одного раза дохнут. Не все, конечно, я не знаю. Я играл, но вроде ничего так игра понравилась. Так. Нет, ничего здесь нету, похоже. Ладно, давайте продвигаться к ученому. Где-то в болт. Пока здесь болт, я возьму, чтобы не писать, просто пока играть. Да, где болт-то? На 6 нажимаешь, проявляется бинокль, как бы. Надо колесико мышки гадко лутить. Вот. Наконец-то мы нашли болт. Так, он попал в аномалию. И теперь пробегаем спокойно и все. Ага. Хотел спокойно пробежать до чего-то не получилось. Здесь еще был мини-излом. Мини-излом это вообще крайний выбешивающий меня персонаж в этой игре. Вернее, существо. Что там написано? Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Если вообще здесь можно выйти. В принципе, здесь у меня попыток было пройти очень много. Но для сокращения видео я, естественно, обрезал видео. Чтобы было более смотрибельно. Смотребельно. Что вы получили доступ к второму уровню. Так, так, я, гад. Да. Ну, не интересно узнать, как. А сувени на них неудобно. Какая-то это странная лаборатория, по сути. Это даже на лабораторию, в принципе, не похоже. Ну, стены, ну-ка, блин. Бля, чьи адресомбе? Блин. Так, хорошо, что у нас есть такой хороший автомат, который не дает отсечек. А если бы он давал отсечки, то это было бы вообще просто. Так, здесь у нас есть... Тут ничего нет, ничего нет. Тут ничего нет, тут ничего нет. Здесь уже где-то вторая должна быть. Здесь нет. Так, вот он автомат наш. Отличный автомат просто. Новый. И здесь должен быть, по идее, никак не помнится из прохождения Тени Чернобыля. Комбинезон наемника или кого, но, к сожалению, мощность нет. Так, давайте сохранимся, друзья. И попробую продуматься дальше. Так, кто здесь у нас есть? По-моему, там есть бюллеры. Я вообще ненавижу этих бюллеров, плесики. Это, ну, пометящий. Самый такой, блядь. Ужасный монстр в этой игре. Никуда он вообще не носит-то? Вот куда он побежал? Вы видали только что? Он просто сквозь дверь прошел. Она для него как бы не закрыта. А вот мы сейчас войдем, нам будет надпись, вот дверь закрыта. Ну, как бы, почему мы так не можем ходить сквозь стену? В принципе, я бы и мог ходить сквозь стену. Только так играть было бы не интересно. Поэтому приходится мучиться, мудохаться и пытаться пройти на том, что есть. Вот, еще один сквозь и исчез. И там еще один. Так, чуть ли не попали. О, банка со сталкером. Отлично. Давайте сохранимся. Здесь приходится сохраняться буквально каждых пять метров от пройденного расстояния от игры. Потому что... Потому что умираешь здесь вообще, в принципе, от любого удара. В бочке или еще чего-нибудь. Ну, в принципе, вы знаете, что на этой сложности реальность убивают с первого раза. Поэтому приходится весь сохраняться. Опа. Ай, да ну стой, сука. Нет, я тебя все-таки добью. Вот это вообще нам повезло просто. Я не знаю, что он с автомата с валами, не свалил-ка просто. Он должен был копытиться. Вы сами видели, мы в него выпустили около десяти патронов и его пришлось добивать. Иногда они валятся и с одного патрона, а иногда и с пачки. И пачки не хватает на них. То есть такая рандомизация, да? У каждого монстра... У монстра свои это... Определенные... Свои определенные здоровья, да? Давайте еще сохранимся. А тут внизу куча полтергейстов. И... И еще по ходу бюлеров опасные твари. И здесь, на этом месте... Ну, я не знаю... Просто подыхает... Подыхал я, ну раз... Наверное, двадцать. Пока проходил эту... Локацию и записывал. Потому что, ну то, что творят здесь бюлеры... Вы посмотрите здесь, сколько этого мусора всякого. Сколько здесь пунктов есть, и сколько бюлеров. Это вообще... Просто жесть. Хорошо, что хотя бы здесь нет псевдогиганта. Кстати... Он, по ходу, и... И убежал... И... Из лаборатории, как вы помните в прошлой части, мы когда подходили к двери, Оттуда выбежал псевдогигант. Ну... Это, наверное, он и был. Ну, это я так, чисто предполагаю. Может, это был какой-то другой... Так, чего у нас здесь есть? Обычно с этих коробок вкладывали ништяки, патроны, гранаты, еще что-нибудь. Но... Похоже, у них вообще ничего нету. А хотелось бы, чтобы что-нибудь было, артефакт, может, какой-то... Хороший. Так... Ну давай, запрыгивай. Так, запрыгнули. И здесь у нас ничего нету для нас. Очень жаль. Так... Ладно, давайте пошаримся в нашем любимом... В моем любимом месте. Не знаю, как ваше, но вот здесь. Место, где много вот этих аптечек, антирадов. Это вообще просто шикарное место. Просто... Просто шикардос. Можно... Брать целыми пачками то, что тебе надо. Так... Аптечка... А, вернее, это... Это что, за коробка. Давайте ее сломаем. Ого! Целый ящик. А че мы подняли сталкер, что ли? Пиво. Какое-то неизвестное пиво в холодильнике. Целый ящик. 20 банок. Оно, наверное, пригодится. Дойдем. Не получилось допрыгнуть. Давайте попробуем еще раз и посмотрим, может быть там что-нибудь есть интересное. Там, насколько мне помнится, был броник из старых частей. Ну, из оригинала. Из тени Чернобыля. А теперь там ничего не оттуда. Аня есть душа. А не душа, а ломать мясо. Хороший артефакт. Он нам обязательно пригодится. Чисто в копилку будет нам добавлять тоже здоровье. Хорошо, что есть такие артефакты, которые позволяют нам экономить на аптечку. Так, и пойдем, наверное, к ученому. Обшмонаем его. Ну, тут еще море коробок просто, в которых ничего нету. Давайте просто постреляем по этим бочкам. Потому что бочки, они как бы быстрее будут разносить их. Чем мы с этой квалдой будем махать туда-сюда. Нету здесь ничего. Ух-та. Так, ну и последняя у нас красная бочка, да? Или здесь что-нибудь есть? Тоже нету ничего. Бывает еще ящика, да? Давайте посмотрим, что наверху есть. Тоже ничего нету. Ничего ли для нас такого в коробках не приготовили? Интереснее уже. Ну, давайте тогда обшмонаем ученого. Заберем его костюм, я не знаю, спихнем, нет? Пушку брать не буду, она не нужная. Я вообще по игре по этой собираю только патроны и все. Оружие оно само как бы найдется. И если у нас, допустим, не будет какого-то оружия или закончится на оружие патрона, то всегда можно поднять чужое и в него зарядить пули, которые у нас есть. Ну, нету здесь ничего. Ну что ж, друзья, такая вот часть семнадцатая получилась. Она подходит к концу. С вами был Макс Нарф. Увидимся с вами в восемнадцатой части. И... Всего доброго, друзья!